все нормально то давайте собственно начнем еще раз повторюсь тема сегодняшнего семинара это анонимные классы и лямбда выражения которые появились в последней версии джавы я имею лямбда выражения 8 джаве как раз они появились но для начала надо поговорить о том откуда вообще растут ноги зачем они понадобились и почему например мы в джаве частенько используем те же анонимные классы например в тех же оконных приложениях несмотря на их на первый взгляд громоздкость кажущейся используются они широко потому что в джаве у нас отсутствует такой тип данных как ссылка на метод по крайней мере отсутствует вплоть до лямбда выражения фактически зачем такой тип данных нужен давайте подумаем у нас есть в джаве вообще разветвленная система типа есть простые типы там числа строки есть ссылочные типы переменные ссылочных типов могут указывать на объекты могут указывать на массивы а зачем нам нужны переменные которые могли бы указывать на методы мы с вами помним что методы это просто функции привязанные к объекту на самом деле есть много ситуаций когда это необходимо наиболее распространенная ситуация это когда в определенном месте кода вам требуется вызвать некий метод про который вы на этапе разработки этого года еще ничего не знаете классический пример это обычная графическая кнопка когда мы проектируем некий графический интерфейс у нас каждый графический элемент например кнопка это объект объект джавы который лежит у нас в памяти у него есть какие-то свои свойства методы эта кнопка должна реагировать на нажатие когда пользователь нажимает на эту кнопку там мышкой например кликает то очевидно что нажатие на кнопку должно приводить к вызову какого-то метода нашей программы кто зафиксирует факт нажатия на кнопку сама кнопка то есть сам объект этой кнопки зафиксировав факт того что на нее нажали эта кнопка как раз и должна вызвать метод нашей программы беда заключается в том что кнопка не знает какой метод мы сделаем для того чтобы реагировать на нажатие только этой кнопки почему кнопка не знает про этот метод потому что эту кнопку разрабатывали задолго до того сам объект сам класс кнопки разрабатывался задолго до того как мы начали придумывать нашу программу ведь откуда мы взяли объект кнопки а точнее это объект определенного класса допустим в а вот это класс баттон библиотеки а вот и очевидно этот класс делал кто-то в компании сан там или оракал позже и делал он это ничего не зная про нашу будущую программу в которой мы собираемся эту кнопку задействовать то есть получается что объект этой кнопки должен вызвать некий метод которого еще в природе не существовало когда разрабатывали эту кнопку уж тем более конечно было неизвестно как будет этот метод называться как решить эту проблему как кнопки вызвать метод про который она заранее ничего не знаю так пойди туда не знаю куда для этого например в языках типа сиси плюс плюс используется как раз тип данных указатель на функцию все есть такой тип данных указатель на функцию переменная этого типа содержит адрес функции то есть не адрес блока памяти содержащего данные а адрес блока памяти содержащего код программный при наличии такого типа данных в сиси плюс плюсе задача с кнопкой решается достаточно просто мы можем при запуске программы там бустим или при открытии окна этой кнопки указать адрес нашей функции потому что когда программа то у нас уже запущена функция в памяти функция которая должна реагировать на нажатие кнопку кнопки функция в памяти уже присутствует значит мы можем взять ее адрес в рантайм когда программа уже выполняется и этот адрес можно указать этой кнопки ну например у кнопки сделать какое-нибудь поле типа указатель на функцию и туда положить адрес нужной функции и когда кнопка зафиксирует факт нажатия факт того что на нее пользователь нажал она может эту функцию вызвать то есть вызов в этой ситуации будет осуществляться не по имени функции а по ее адресу ну правда там еще надо знать параметры набор типов параметров которые есть у этой функции но это уже второй вопрос то есть в принципе с при наличии так у в языке такого типа данных как указатель на функцию такая задача решается достаточно просто беда в том что в javi такой тип данных изначально не был сделан у нас с вами есть ссылочные типы данных переменные которые могут указывать на что-то в памяти но на что они могут указывать они могут указывать на объекты они могут указывать на массивы например но не напрямую на методы java а программы то как-то писать нужно тем более что это не единственная ситуация когда такой тип данных был бы полезен существует много ситуаций когда у вас метод одного класса должен как бы сигнализировать другим классом о произошедшем событии каким образом ну например вызвав их методы но ничего заранее не зная про эти методы то есть это знакомство что называется в кавычках должно произойти только когда программа будет запущена как в javi эту проблему можно решить ну раз у нас есть ссылочный тип данных который может указывать на объект то им то мы и воспользуемся беда только в том что мы же хотим вызвать именно какой-то метод объекта нам по идее надо знать не только ссылку на объект но и метод который у него следует вызвать здесь нам на помощь приходят интерфейсы я напомню что из себя представляют интерфейсы в java в самом простейшем случае если опять же не брать новшество восьмой java интерфейс это просто набор заголовков методов и все вот такой тип данных но при этом мы можем создать переменную этого типа она что будет хранить она будет хранить вернее она может хранить ссылки на объекты классов интерфейс эти интерфейсы реализующие а что значит класс реализует интерфейс значит что он содержит эти методы которые описаны в интерфейсе таким образом мы получим две необходимые вещи для вызова метода ссылку на объект содержащий этот метод и собственно имя метода ссылку на объект мы будем хранить в переменной типа интерфейс ну а имена методов которые необходимо вызвать мы будем описывать не просто имена а сигнатуры методов мы будем описывать в интерфейсе давайте посмотрим на примере как это подобная задача решается ну к примеру мы проектируем следующий набор классов я обычно на курсах привожу такой совсем элементарный пример с электрическим выключателем и электрическими потребителями то есть у нас есть некий выключатель электрический который пользователь может включать то есть это некий класс свитчер у которого есть метод который вызывается когда пользователь щелкнул выключателем выключатель подает напряжение в электрическую сеть и все кто в эту электрическую сеть подключены например там лампы радио и прочее они все должны включиться что это означает с точки зрения объектного подхода у нас должен быть класс если мы хотим эту ситуацию смоделировать объектным подходом у нас должен быть класс свитчер содержащий метод свитч он и должны быть классы лампы радио соответственно мы создаем объекты этих классов и при вызове метода свитч он вот этого выключателя должны быть вызваны некие методы лампы и радио то есть они должны включиться это легко сделать если выключатель знает заранее про лампу и телевизор вопрос а что делать если он про них не знает ну давайте я сначала набросаю набор классов а потом мы подумаем что же нам сделать но сначала я сделаю наверное просто класс лампы о не лампы выключателя свитч он это модель некого выключателя и у этого класса есть публичный метод параметров мы пока делать не будем называться он будет свитч он для наглядности я внутри этого метода выведу сообщение о том что выключатель включили просто в консоль у нас будет самый простой вариант приложение консоли выключатель включен вот так мы можем в нашей программе теперь создать конечно объект этого класса вот так и вызвать у него этот метод но предполагается что пользователь включил этот выключатель выключатель у нас конечно включился но никаких ламп никакое радио у нас не заработало по причине того что их пока нет давайте попробуем сделать смоделируем лампу которую мы хотим зажечь создав класс лампы у него будет некий метод у него будет некий метод light on лампа зажглась чтобы мы увидели что она зажглась выведем сообщение о том что она зажглась зажглась и можем даже создать объект этого класса проблема в том что сейчас лампа с этим выключателем никак не связана то есть выключатель то включился а толку от этого немного лампа у нас не загорается почему выключатель ничего про лампу не знает более того он и не должен знать ничего про лампу почему потому что вот эту модель лампы могут разрабатывать позже чем разработан сам выключатель как же нам их связать в этой ситуации то есть как заставить выключатель вызвать метод light on лампой не указывая не делая никаких указаний на эту лампу в выключателе фактически будь у нас в наличии тип данных ссылка на метод мы бы могли сделать в классе выключателей подобное поле ссылка на метод занести в это поле ссылку на метод light on и используя эту ссылку ей воспользоваться но в джаре простых путей мы не ищем ввиду отсутствия ссылки на метод мы используем ссылку типа интерфейс интерфейс какой интерфейс очевидно нам придется его сначала создать этот интерфейс как раз будет связующим звеном между нашим выключателем и лампой давайте я его назову как-нибудь типа электричити еще раз напомню интерфейсы в самом простейшем случае состоят просто из наборов заголовков методов то есть описывать набор заголовков методов которые должны быть реализованы в классах которые заявляют что этот интерфейс реализуют давайте я пишу здесь какой-нибудь метод пусть он будет называться электрисити он вызов этого метода означает что на электрического потребителя подано напряжение давайте даже интерфейс ну пусть он останется электрисити можно было бы его назвать даже электрисити консьюмер давайте пожалуй даже переименую будет более правильно чтобы было понятно потребитель электричества такая у нас модель сделали теперь в выключателе мы можем поступить следующим образом сделать некие некое поле типа этого интерфейса электрисити консьюмер назовем его просто консьюмер потребитель и когда выключатель включили мы проверим а не пустое ли у нас это поле что из себя представляет вот это поле это поле типа интерфейс это поле которое может содержать ссылку на объект любого класса реализующего данный интерфейс данном случае электрисити консьюмер мы проверим а нет ли у нас там ссылки на реальный объект сравним с налом и если она вдруг есть то мы можем вызвать метод электрисити он почему мы можем вызвать этот метод у объекта по данной ссылке потому что данная ссылка может указывать только на объекты классов реализующих этот интерфейс электрисити консьюмер а раз классы этого объекта реализуют данный интерфейс значит в них есть метод электрисити он и мы его можем вызвать если у нас конечно есть ссылка на объект теперь остается в самом в самой лампе реализовать данный интерфейс то есть явно сказать что да лампа действительно является электрическим потребителем как мы интерфейс реализуем в javi in elements и имя интерфейса электрисити консьюмер реализация интерфейса в классе требует реализации методов этого интерфейса вот он метод электрисити он мы обязаны его здесь написать либо обязаны либо нам придется класс лампы делать абстрактным что нам конечно не подходит и вот в вызове метода в методе вернее в теле метода электрисити он лампы мы вызовем метод light он действительно когда на лампу подают электрическое напряжение она у нас загорается вот это мы и смоделируем вызвав из метода электрисити он метод light он замечательно и наконец завершающее действие когда мы уже создали объект выключатель в нашей программе лампу мы должны занести в поле консьюмер нашего выключателя ссылку на объект класса реализующего интерфейс электрисити консьюмер в данном случае это будет лампа мы же ее только что создали давайте запустим нашу программу и получилось то чего мы так долго добивались когда у нас включился выключатель видите внизу сообщение выключать включен у нас зажглась лампа то есть при вызове метода свечон точнее из метода свечон выключателя был вызван метод лампы при этом давайте я открою код выключателя выключатель как не знал про лампу ничего так и не знает никаких указаний на лампу здесь нету здесь есть указание на интерфейс в выключателе есть поле типа интерфейс электрисити консьюмер и этот интерфейс реализуется лампой я потому и сказал что данный интерфейс является своего рода связующим звеном между выключателем и лампой фактически потребителем электрическим еще раз посмотрите что мы сделали и так во первых интерфейс в нем буквально один метод электрисити он выключатель содержащий поле типа интерфейс и метод свечон который проверяет нет ли в этом поле ссылки на объекты если есть то вызывает метод электрисити он этого объекта и класс лампы который реализует данный интерфейс электрисити консьюмер реализует каким образом включает лампу она у нас загорается после того как мы спроектировали два этот интерфейс и два объекта можно уже писать нашу программу мы делаем выключатель лампу и вот это действие вот в этой строчке оно самое важное с его помощью мы указываем ссылку на объект лампы в классе выключатель то есть выключатель узнает про лампу но узнает он не про класс лампы как таковой он узнает про объект лампы и узнает он это только когда программа будет запущена то есть в рантайме это действие еще называется подписка на событие по-английски event subscribe почему подписка на событие а потому что мы подписываемся один раз а потом сколько бы раз не возникало события включения выключателя сколько раз оно будет возникать столько раз у нас будет вызываться метод лампы если выключатель дважды включен у нас лампа дважды загорится вон она раз и два мы подписались на событие один раз и каждый раз когда происходит это событие включение выключателя загорается лампа вопросы есть какие-нибудь сейчас потому что пока мы написали в самом что называется прости самый такой простейший вариант сейчас мы его будем усложнять постепенно как мы его можем усложнить во первых у нас с вами вот это поле публичное джави вообще стараются публичных то полей не делать обычно поля защищенные или приватные а доступ к ним опосредованные делают через методы это называется инкапсуляция это первый момент который мы сейчас переделаем второй момент у нас ведь в электрическую сеть в реальности могут быть может быть включено несколько потребителей или как говорят несколько подписчиков на события то есть если в электрическую сеть к этому выключателю включено несколько потребителей то при однократном включении этого выключателя они на них на всех подается электрический ток они все должны заработать например у нас может быть еще один потребитель давайте я его сделаю ну например радио вот такой класс радио но тоже есть некий метод который будет называться например play music чтобы мы увидели что сей метод вызвался мы сообщим что у нас радио заиграло радио place ну а поскольку радио у нас тоже включается в электрическую розетку значит радио тоже является потребителем электричество и значит реализует интерфейс или электристи consuming каким образом она его реализует при подаче напряжения радио начинает у нас играть вот этот метод play а электристи он просто вызовет метода play music вот таким образом беда в том что мы сейчас сделали выключатели только одно поле электристи consumer то есть сейчас у нас может быть только один подписчик на события включения выключателя что конечно не здорово как нам сделать множество таких полей самый простой вариант сделать массив или что более универсально коллекцию коллекция это фактически динамический массив давайте я переделаю выключатель так чтобы во первых это поле было приватным и во вторых чтобы это было не просто один электристи consumer чтобы это была коллекция воспользуюсь какой-нибудь коллекцией наверное из пакета java утил ну например array листом у меня будет поле типа типа лист то есть список элементами которого являются набор ссылок типа интерфейс электристи consumer сразу давайте эту коллекцию сделаю пустой как же теперь в эту коллекцию добавлять элементы я ее сделал приватный а я сделал парочку методов первый метод как раз и будет отвечать за добавление потребителя в электрическую сеть или еще по-другому говорят за подписку на это событие называться он будет вот так это электристи listener параметр параметром у него будет как раз параметр типа интерфейс кстати давайте поле переименуем у нас будет параметр типа интерфейс интерфейс listener он просто будет добавлять в эту коллекцию ссылку на нашего listener listeners.add по-хорошему неплохо бы проверить а не было ли его уже там в коллекции может быть еще какие-то проверки делать там на нал и прочее но я сейчас этого делать не буду просто тупо добавлю в коллекцию можно сделать и второй метод если мы хотим иметь возможность отписаться от события то есть сначала подписались а потом передумали обычно их так и делают парами метод один метод add чего-то там listener подписывается на событие второй метод remove с префиксом remove отписывается от события он будет просто ссылку на объект потребителя удалять из этой коллекции ну а в нашем выключателе в методе switch on мы просто переберем эту коллекцию таким циклом и вызовем метод electricity on то есть теперь у нас выключатель фактически внутри себя хранит не одну ссылку на потребителя а множество ссылок вот эта коллекция как раз это и реализует соответственно в нашей программе нам надо поменять код который подписывается на событие не в поле consumer которого у нас теперь уже нет мы заносим ссылку на объект а мы вызываем метод это electricity listener передавая ссылку на объект реализующий интерфейс electricity consumer но мы можем этот метод вызывать многократно передавая различные объекты сначала передадим лампу а потом давайте сделаем радио объект радио и ссылку на этот объект радио передадим как параметр методу add electricity listener давайте запустим программу мы видим что выключатель у нас включился у нас теперь два потребителя включились и лампа зажглась и радио у нас заиграло то есть событие одно а подписчиков на это событие много вопросы есть здесь сейчас какие-нибудь итак еще раз что мы поменяли мы вместо публичного поля типа интерфейс сделали приватную коллекцию и сделали методы которые в эту коллекцию добавляют ссылки на объекты когда у нас происходит событие включение выключателя мы просто перебираем эту коллекцию и вызываем метод electricity on соответственно будет вызван метод electricity on каждого из объектов ссылки на которые были помещены в эту коллекцию все это замечательно замечательно до тех пор пока у нас эти потребители оформлены в виде отдельных объектов каких-то классов вот у нас лампа радио представляют из себя полноценные классы реализующие интерфейс electricity consuming а что если мне нужно сделать еще одного потребителя задача которого просто вывести некое сообщение на экран что мне надо то есть мне надо придумывать имя какого-то класса создавать объект этого класса а потом ссылку на этот объект передавать методу electricity listen вот для того чтобы сократить этот код мы можем воспользоваться анонимными классами анонимный класс фактически совмещает в себе в себя в себе два действия это описание класса и создание объекта этого класса ну допустим как если бы я писал в полном варианте мне надо вывести сообщение пожар по наступлению этого события мне надо сделать еще одного подписчика я должен сделать еще некий класс которому еще должен придумать какое-то имя ну допустим этот класс должен реализовывать интерфейс есть electricity consumer прямо здесь я такой класс попробую сделать реализую этот интерфейс выведу здесь сообщение что у нас случился пожар но мне то нужен не класс мне нужен объект этого класса дабы подсунуть ссылку на него методу add electricity listener поэтому я должен вот здесь еще создать объект этого класса new fire и только теперь при включении выключателя у меня случится вызовется еще один из потребителей и случится пожар выглядит весьма громоздко ведь фактически фактически я хотел сделать что указать что вот эту строчку кода out println пожар нужно вызвать когда случится событие подачи электрического напряжения все но я вынужден был нагородить эти много кода создать класс создать объект этого класса дабы связать события в моем выключателе с этой строчкой кода как это можно упростить вот первое решение это использовать анонимный класс обратите внимание вот этот класс fire он же вообще нигде не используется он нужен только ради того чтобы описать метод содержащий код который сработает по событию то есть само имя этого класса оно нигде будет более нигде не будет использовано поэтому существует возможность как бы совместить вот эти два действия описание самого класса реализующего интерфейс электрический консюмер и создание единственного объекта этого класса мы же нигде больше не собираемся создавать объект этого класса fire он нужен нам только в этом месте в единственном экземпляре как это можно совместить выглядеть это будет совмещение вот так мы пишем new а дальше мы не пишем имя класса почему этого класса не будет имени вместо имени интерфейса который этот анонимный класс реализуют или может быть имя базового класса от которого она наследует данном случае нас интересует именно класс реализующий интерфейс после слова пишется haber интерфейса, который будет реализован этим анонимным классом. Но мы же не просто класс создаем, мы создаем объект этого анонимного класса, поэтому идут круглые скобочки, которые напоминают нам, что здесь будет вызван конструктор. А затем идет описание структуры нашего анонимного класса. Очевидно, там обязательно должен быть описан метод electricity on, раз мы заявили, что данный анонимный класс реализует интерфейс electricity consumer. Значит, мы должны реализовать методы, которые есть в этом интерфейсе. Да, в этом интерфейсе. Вот мы их реализуем. Но можно аннотацию override убрать, она в принципе не обязательно, чтобы было покомпактнее. Давайте проверим, как это будет работать. Запускаем. Вот действительно, событие включения выключателя у нас привело в конце концов к пожару. То есть мы фактически ради того, чтобы выполнить вот эту строчку кода, при наступлении события electricity должны были создать объект класса, реализующего данный интерфейс. Мы это сделали анонимным классом. Это, конечно, несколько сокращает наш код. Нам, в конце концов, нет необходимости придумывать имя классу, задуматься о других сложных вещах. Но все равно выглядит весьма-весьма громоздко. Вот такая запись. Что, конечно, не очень приятно. Вот вплоть до восьмой джавы мы вынуждены были всегда так писать. Но давайте посмотрим внимательно на интерфейс electricity consumer, который мы использовали для связи источника события с потребителями. Этот интерфейс, в чем его особенность? В том, что в нем один-единственный метод. Значит, в нем у нас с вами один-единственный метод electricity on. Это значит, что, в принципе, когда мы хотим этот метод реализовать, нет необходимости указывать имя этого метода. Ну, если метод ровно один. Вот такие интерфейсы в восьмой джаве называются функциональными интерфейсами, в которых ровно один абстрактный метод. В восьмой джаве даже есть специальная аннотация, которая называется functional интерфейс, которая заставляет компилятор контролировать тот факт, что интерфейс функциональный, то есть содержит только один абстрактный метод. Так вот, если у нас параметром метода, в данном случае add electricity listener, является функциональный интерфейс, то мы вот такую достаточно громоздкую запись можем сократить. Давайте попробуем. Значит, смотрите. Во-первых, нет необходимости в явном указании на интерфейс. Почему? У нас ведь компилятор сам может понять, какого типа параметр должен быть подсунут этому методу, ведь на этапе компиляции он видит заголовок метода add electricity listener и видит здесь этот тип. Соответственно, нет необходимости его в явном виде указывать. Раз. это можно удалить. Второй момент. Поскольку интерфейс этот является функциональным и состоит из одного единственного метода, нет необходимости писать имя этого метода. Метод один. Понятно, что речь идет именно о нем. А значит, имя метода можно также опустить. Нет необходимости писать и тип возвращаемого значения с модификаторами доступа. Это можно все понять из самого интерфейса. Для того, чтобы разделить набор параметров, которые мы пишем в круглых скобочках и тело метода реализующего метод интерфейса, ставится специальный символ стрелочка вот такая дефис угловая скобка, которая внешне выглядит как стрелочка. Дальше идет тело метода. Вот то, во что выродился наш анонимный класс в восьмой джаве называется лямбда выражением. Причем это еще не все. Если бы у нашего метода electricity on были бы какие-то параметры, то типы этих параметров вот здесь можно было бы и не писать. Почему? Потому что компилятор может узнать эти типы, заглянув в заголовок метода, описанного в интерфейсе. А про интерфейс он знает, так как его имя написано в параметре метода add electricity listen. более того, если у этого лямбда выражения, то есть, если бы у этого метода интерфейса был ровно один параметр, можно было бы опустить и круглые скобочки. В данном случае параметров нету, поэтому круглые скобки обязательно. Но и это еще не все. В большинстве случаев тело этого лямбда выражения, то есть, тело метода, реализующего метод интерфейса, вот эта часть, состоит из единственного оператора. Когда оно состоит из единственного оператора, фигурные скобки тоже можно опустить. Вот так. Кстати, точка запятой в этой ситуации также не нужна. Более того, в большинстве этого случая там указывается, этим единственным оператором, образующим тело этого метода, является оператор return. В данном случае это не так, но если бы это было так, то слово return тоже можно опустить. В результате наш громоздкий анонимный класс вырождается вот такую красивую конструкцию. Данный значок, стрелочка, указывает на то, что это лямбда выражение. Слева от него идут параметры лямбда выражения. Справа тело, которое в самом простейшем случае состоит из единственного оператора. То есть, в принципе, когда мы вот так все замечательно сократили, можно это написать еще более компактно, не теряя при этом наглядности, а работать оно все равно будет точно так же. Вот, видите, последняя строчка фая появилась. То есть, у нас с вами вот этот метод сработал. То, что сейчас выделено у меня на экране и называется лямбда выражение. Если говорить более строго, так, в теорию немножко уйти, то лямбда выражение это фактически использование объекта как функции. У нас ведь фактически параметром метода AddElectricityListener является ссылка на объект, а мы ему подсовываем на самом деле функцию. Вот компилятор восьмой джавы понимает это. Почему? Потому что эта функция реализует единственный метод функционального интерфейса, который является параметром нашего метода AddElectricityListener. Вопросы есть здесь сейчас какие-нибудь? Да, ну вот здесь коллеги спрашивают по поводу скобок. По поводу скобок. Значит, смотрите, у нас параметры методов всегда пишутся в скобках. Вот здесь вот. Даже если параметров нету, то мы ставим круглые скобки. Так вот, эти круглые скобки в лямбда выражении можно опустить в одном единственном случае, когда есть ровно один параметр. Если параметров два или больше, или нет ни одного, круглые скобки здесь обязательны. Ну, давайте мы модифицируем наш интерфейс, чтобы там было ровно один параметр. Например, я здесь делаю параметр типа Object. Я буду передавать там объект, который генерирует события. Вот таким образом. Для этого мне придется, во-первых, модифицировать выключатель. Когда я вызываю метод ElectricityOn, я буду передавать ссылку на сам объект выключателя. This. Ну, а в лампе и нашем радио очевидно, тоже придется такой параметр сделать. Иначе у нас программа, конечно, не скомпилируется. Здесь и здесь. А что же теперь в лямбдовыражении? В лямбдовыражении мы, конечно, можем написать и в анонимном классе. Здесь тоже, конечно, надо написать Object. Center полноценно. В лямбдовыражении в принципе мы можем написать то же самое, как и в анонимном классе. Замечательно. Точно так же будет работать. Но, в отличие от анонимного класса, во-первых, мы можем не указывать тип параметра. Это не обязательно, потому что компилятор поймет, какого типа параметр на основе самого интерфейса. Он же про интерфейс знает. Раз. Вот эту часть можно опустить. И второй момент. Поскольку параметр у лямбдовыражения ровно один, то вот эти круглые скобочки можно опустить. Это что касается круглых скобок, в которых мы пишем параметры. Теперь относительно тела. Мы обычно тело метода заключаем в фигурные скобки. Вот у нас фигурные скобки. В анонимном классе обрамляющие тело нашего метода. В теле метода может быть несколько операторов, может быть один. В принципе в теле лямбдовыражения тоже может быть несколько операторов. Давайте вот так напишем. И в анонимном классе допустим выведем еще восклицательные знаки. Чтобы было понагляднее. Раз. И здесь аналогично. Если тело лямбдовыражения состоит из более чем одного оператора, то конечно фигурные скобки здесь обязательно. Так же как и в анонимном классе. Вот оно замечательно работает. Но если мы решили сделать реализацию этого метода ровно из одного оператора, то есть тело состоит ровно из одного оператора, а именно так в большинстве случаев нам и нужно, вот так, то можно фигурные скобки, обрамляющие этот оператор, убрать и точку запятой после него тоже убрать. Ну и написав это в одну строчку, мы получим более компактную запись. Вот у нас замечательно отработан. Так, еще вопросы есть здесь какие-нибудь? Давайте покажу еще несколько примеров синтаксиса, которые тоже можно использовать. Например, у нас есть какой-нибудь метод, и мы хотим использовать его вот здесь в лямбда выражении. Ну, к примеру, я сделаю некий метод, пусть он будет статическим. Public static void, назовем его fire. Пусть у него тоже будет параметр sender, он выведет сообщение. Мы хотим вместо того, чтобы дублировать данный код, то есть вывод сообщение fire вызвать этот метод. В принципе, можно было бы написать вот так. Вот у нас параметр лямбда выражения, а в теле лямбда выражения мы вызываем метод. В данном случае статический. Как мы вызываем статический метод? Имя класса, точка, имя метода. И вот наш с вами центр. Он у нас с вами, точка запятой, только здесь лишняя, он у нас с вами замечательно сработает. Но обратите внимание на интересный момент. заголовок метода fire, вызов которого реализует у нас лямбда выражение в точности до имени самого метода совпадает с заголовком единственного метода нашего функционального интерфейса. То есть набор типов параметров у него такой же. Так вот в этой ситуации фактически что делает лямбда выражение? Вызывается лямбда выражение с параметром object, которое в свою очередь просто вызывает другой метод с таким же параметром. То есть оно больше ничего не делает. В этой ситуации такую запись можно сократить. То есть указать, что все лямбда выражение сразу реализуется методом fire. Зачем этот промежуточный вызов? Синтаксически это записывается следующим образом. Два двоеточия. Почему здесь два двоеточия, а не точка? Дело в том, что в Java допускается в классе создание поля и метода с одинаковым именем. То есть у нас в классе программ может быть как статический метод fire, так и статическое поле fire. Если мы напишем здесь точку, то компилятор может не понять, о чем идет речь. Поэтому здесь используется вот такой оператор два двоеточия, который указывает, что речь идет именно о методе fire. Фактически вот эта строчка идентична строчке, написанной выше. И такое сокращение возможно только если мы имеем внешний какой-то метод, параметры которого в точности совпадают с параметрами лямбда выражения. Тогда можно просто сделать указание на этот метод. В принципе, точно так же оно будет работать и в случае, если этот метод не статический. С той лишь разницей, что вот здесь вместо названия класса программ, я должен буду указать ссылку на объект, содержащий этот класс. ссылку на объект этого класса, содержащий вот этот метод fire, если бы он был не статическим. А так, тот же самый оператор, два двоиточия. Вот такое тоже полезное сокращение. Вопросы есть? Какие-нибудь? Еще одна интересная особенность, которая характерна и для анонимных классов, и для лямбда выражений, это возможность доступа к переменным вне контекста самого анонимного класса. Вот допустим, у меня есть некая переменная, пусть она будет строковой. Она будет определена как локальная переменная того же метода, в котором мы создаем анонимный класс или лямбда выражение. Так вот, эта переменная будет мне доступна внутри класса, анонимного класса или лямбда выражения. Это называется захват переменных. Правда, здесь есть ограничения. На самом деле, в седьмой джаве такое тоже было возможно, да и раньше это было возможно, но только если эти переменные финализированы, то есть их нельзя менять на самом деле. В восьмой джаве, которую мы сейчас используем, слово final можно и не писать, то есть переменная может быть и не финализирована, но, как пишет документация, она должна быть эффективно финализирована, то есть менять вы ее все равно не можете. Попытка ее изменить, то есть переприсвоить значение, приведет к ошибке компиляции. Вот видите, ругается он мне вот здесь, он требует, чтобы либо переменная была явно финализирована, либо чтобы она была неизменна, даже если нет слова final. То есть по большому счету при переходе от седьмой к восьмой джаве здесь ситуация не поменялась, только можно final не писать, но не более того. Точно так же аналогичную переменную мы могли бы использовать и вот здесь вот прям до выражения, вот здесь вот, она нам тоже была бы доступна, но там такое же ограничение, переменная должна быть эффективно финализирована, то есть либо final написано, либо восьмой джаве без final, но все равно менять нельзя. Что-нибудь еще пояснить здесь нужно? Ну и напоследок давайте посмотрим вот такую интересную вещь, это новшество опять же восьмой джаве, в котором мы задействуем лямбда выражения, собственно на этом примере будет хорошо видно преимущество использования лямбда выражений в их компактности, это такой декларативный код использования стримов при работе с коллекциями. Давайте я вам набросаю небольшой пример и мы на нем посмотрим какие же преимущества нам это дает. Давайте я сделаю новый проектик, чтобы у нас не перемежался код. пусть он будет называться предикейтс сделаем пакет сделаем конечно точку в кода в кода ну например вот такая задача у нас пусть будет некий класс сейчас я его тоже быстро сделаю который хранит информацию о человеке в виде имени человека и возраста будет называться персон выглядеть он будет примерно вот так чтобы его весь не набирать скопирую его заранее заготовленный в нем ничего сложного нету давайте внимательно на него посмотрим здесь есть два поля имя и возраст ну соответственно get-resetter для них и конструктор который задает имя возраст еще я переопределил для удобства методу string дабы можно было легко выводить информацию об объектах этого класса в консоль теперь я в моей программе создам коллекцию объектов этого класса и несколько таких объектов добавив их сразу в коллекцию вот таким образом давайте только не забудем импортировать наши коллекции вот они обычная коллекция рейлист и туда добавляю сколько у нас тут пять объектов а теперь подумаем какие задачи и как мы можем решать с помощью используя эту коллекцию ну самая простая задача вывести коллекцию этих объектов на экран самое простое решение это императивный код императивы это команды язык java по своей задумке это императивный язык программирования весь код на java состоит из набора команд которые последовательно выполняются соответственно если мы просто хотим вывести все элементы этой коллекции на экран то очевидно мы должны написать цикл который перебирает элементы этой коллекции и у каждого элемента этой коллекции каждый элемент этой коллекции вывести на экран давайте с помощью систем out println и я его выведу поскольку мы там метод toString переопределили то можно так только у нас тут что-то с названием коллекции не так вот так давайте запустим где-то у нас еще ошибки остались здесь у нас коллекция почему-то не так называется раз два три четыре пять вот так допустим вот наша коллекция она никак не отсортирована никак не отфильтрована просто мы ее вывели но как еще можно вывести коллекцию есть еще в программировании такой подход который называется декларативным когда мы программу пишем не в виде набора команд которые напрямую выполняются а мы как бы описываем результат который мы хотим получить так вот с использованием лямбдовыражений с использованием потоков стримов мы такие действия можем описать декларативно над элементами коллекции для этого мы берем коллекцию вызываем у нее метод который называется стрим стрим возвращает нам объект специального класса стрим это новый класс который появился в восьмой джаве у него есть набор методов которые в качестве параметров принимают интерфейсы функциональные интерфейсы а на их место мы можем подсунуть лямбдовыражения то есть функции и эти функции будут выполняться для каждого объекта этой коллекции ну например у стрима есть метод for each параметром которого является интерфейс консюмер описанный в пакете джава утил фанкшн это новый пакет восьмой джавы этот интерфейс консюмер являясь функциональным интерфейсом состоит из одного там абстрактного метода у которого есть параметр это очередной объект коллекции ну а тело тело то что мы напишем фактически нам передается в данной ситуации параметр типа person очередной объект коллекции а в теле нашего лямбдовыражения мы пишем все что хотим сделать с этим объектом ну например вывести его на экран той же самой командой system out println вот так действительно если мы сейчас запустим получим тот же самый результат ну на первый взгляд это даже более громоздко чем написать напрямую цикл но мы с вами помним что лямбдовыражение можно сократить например убрать тип параметра а поскольку аргумент ровно один убрать и круглые скобочки поскольку тело состоит из одного оператора то убрать и фигурные скобки вот таким образом более того поскольку параметром метода println является список параметров такой же что и параметр самого лямбдовыражения то можно использовать еще более сокращенную запись указав что метод println объекта по ссылке systemout является реализацией этого лямбдовыражения вот так и вот тут запись становится уже более компактной и даже более наглядной мы как бы говорим нашему компилятору что наш код в этом месте должен для каждого элемента коллекции persons вызвать метод println и каждый элемент этой коллекции будет передаваться как параметр методу println который в свою очередь выведет этот элемент на экран но все равно казалось бы ну можно и так конечно написать цикл не намного длиннее в общем то такой на самом деле преимущество мы увидим когда мы захотим делать фильтрацию или сортировку нашей коллекции ну например я хочу вывести не всю коллекцию а только коллекцию взрослых то есть только список тех людей возраст которых больше либо равен 18 года по идее если я хочу такую новую коллекцию получить как я императивно запишу такой код я должен создать новую коллекцию сначала циклом перебрать исходную коллекцию в теле этого цикла оператором и проанализировать подходит ли объект исходной коллекции под условия или нет если подходит добавлять новую коллекцию и только после этого выводить новую коллекцию в случае же декларативного описания моей программы я могу просто у объекта стрим вызвать метод который называется фильтр у этого метода фильтр параметр тоже типа функционального интерфейса это стандартный функциональный интерфейс из пакета java.util.function только этот интерфейс называется предикат у него тоже только один параметр это очередной элемент данной коллекции вот мы его здесь точно так же напишем но в отличие от интерфейса consumer он должен возвращать булевское значение истину или ложь подходит ли нам этот объект или нет вот здесь вот здесь я должен написать return и некое логическое выражение которое анализирует этот параметр в данном случае p и возвращает истину если она нам подходит и ложь если это не так как мы такое логическое выражение запишем вызовем метод getH сравним возраст со значением 18 точку запятой только надо не забыть написать давайте запустим действительно мы получим список только совершеннолетних людей но еще раз обратите внимание на тело лямбда выражения оно состоит из единственного оператора причем этим единственным оператором является оператор return это значит что во первых можно убрать фигурные скобки а поскольку единственным оператором является return то само слово return тоже можно убрать получается вот такое короткое лямбда выражение и запись становится более наглядной вот так это можно разбить то есть у нас видно что мы указываем компилятору необходимость сначала фильтрации нашей исходной коллекции а потом вывода каждого из отфильтрованных элементов на экран с помощью метода println что еще можно здесь добавить можно к примеру выполнить и сортировку сейчас у нас элементы нашей коллекции выводятся в не отсортированном виде давайте проверим вот они не отсортированы а мы хотим чтобы они сортировались в случае если бы мы писали императивно нам пришлось бы сначала выполнить фильтрацию в некую промежуточную коллекцию потом вызвать метод sort и только потом выводить результирующую коллекцию здесь мы можем добавить еще одно действие кстати обратите внимание я все эти действия пишу через точки почему дело в том что все вот эти методы фильтр метод sorted который я сейчас вызову они все возвращают объекты того же стрима только уже измененные поэтому я их могу вот так последовательно друг задум другом записать метод sorted который я здесь вызвал принимает в качестве параметра так называемый компаратор компаратор это тоже функциональный интерфейс реализация которого позволяет нам сравнивать объекты два объекта хранящиеся в нашей коллекции в принципе есть вариант метода sorted и без компаратора но он у нас наверное сейчас не сработает почему потому что он работает только в ситуации когда сам класс объектов входящих в эту коллекцию в данном случае класс person реализует интерфейс comparable когда объекты этого класса person сравнены друг с другом и это сравнение запрограммировано в самом классе поскольку мы в классе person не реализовали интерфейс comparable для сравнения объектов класса person друг с другом то нам этот компаратор необходимо передать как параметр у компаратора два параметра он же сравнивает два объекта поэтому мы здесь уже обязаны написать круглые скобочки хотя тип параметров все равно можно опустить возвращает компаратор интовое значение положительное если мы считаем что p1 больше чем p2 отрицательное если p1 меньше чем p2 ну и 0 если p1 равно p2 поскольку фактически реализация тела этого компаратора состоит опять же из единственного метода return то мы можем фигурные скобки опустить слово return опустить и сравнить просто p1 и p2 так как считаем нужным например если мы хотим сортировать их по имени то мы можем взять имя допустим у первого человека вызвать метод compare to у нас же с вами имя это строка а строки реализуют интерфейс comparable значит у них есть метод compare to и сравнить это с именем второго человека вот так давайте проверим как это будет работать у нас коллекция перед выводом будет отсортирована по имени вот такое краткое декларативное описание нашей программы оно стало возможным именно благодаря использованию лямбда выражения то есть если бы здесь мы в лямбда выражениях писали анонимные классы мы технически можем это сделать то выглядело бы это весьма-весьма громоздка вряд ли мы бы стали так писать но вот использование лямбда выражения в этой ситуации сокращает наш код и делает его более наглядным и сам принцип написания кода меняется мы как бы здесь не указываем явно команды которые надо выполнять друг за другом а мы указываем результат который мы хотим получить это немножко похоже на то как пишутся запросы на языке SQL Structured Cury Language который используется при работе с революционными базами данных фактически допустим оператор Select тоже представляет из себя такое декларативное описание того что мы хотим извлечь из базы данных в данном случае мы данные извлекаем не из революционной базы а из коллекции лежащей в памяти вопросы есть какие-нибудь здесь еще раз посмотрите на этот код вот эти вот методы стрима которые мы с вами здесь использовали их называют агрегатными операциями фильтры sorted равно как и forage это не единственные методы есть например еще метод map2 и там разные варианты ну вот можно просто вам продемонстрировать так 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 точку давайте поставим вот они map2 они позволяют нам превратить наш набор объектов класса person в набор каких-то других данных ну например мы хотим выводить не сами объекты класса person на экран а только имена ведь у нас сейчас вот все эти параметры p которые здесь идут это объекты класса person и методу println тоже передается параметр типа person если бы мы не переопределили метод tostring то у нас выводилась вот такая страшная вещь без переопределения метода tostring каждый объект класса person выводился бы вот так а если я хочу вывести просто имена тогда я мог бы поступить следующим образом вызвать один из методов map давайте посмотрим какой нам тут метод подойдет вот обратите внимание я указываю что на входе у меня объекты класса person то есть лямбда выражения принимает параметр типа person а на выходе у меня строки и теперь у меня уже вместо коллекции объектов класса person коллекция строк которую я опять вывожу методом println то есть я могу на лету делать еще и преобразование коллекции не только там фильтрацию и сортировку но и преобразование самих данных внутри коллекции про два двоеточия подряд давайте еще раз повторю смотрите фактически вот у нас последний метод for each что делает он принимает в качестве параметра лямбда выражения у которого параметром является в данном случае имя давайте вот так напишу name это строка и наша задача просто вывести эту строчку на экран как мы строчку выводим на экран с помощью system out println и это имя для наглядности я поясню что вот этот name это параметр типа string хотя мы можем это опустить но я сейчас это напишу обратите внимание на вот такой момент у меня набор типов параметров лямбда выражения совпадает с набором типов параметров метода println у меня метода println какой набор типов параметров давайте посмотрим мы вот здесь воспользовались методом println который принимает параметр типа string но у меня и лямбда выражения принимает параметр типа string то есть у меня ситуация когда набор типов параметров лямбда выражения совпадает с набором типов параметров того метода вызов которого в единственном экземпляре записан в теле этого лямбда выражения. Так вот в этой ситуации, чтобы не писать так громоздко и фактически дублировать, я могу написать более коротко. Я могу указать, что метод println фактически является реализацией этого лямбда выражения. В данной ситуации это одно и то же. Еще одну агрегатную функцию вам покажу. Допустим функция average, которая считает среднеарифметическое. Допустим я хочу узнать средний возраст совершеннолетних людей в этом списке. То есть мне надо взять список, отфильтровать его, посчитать сумму возраста и потом разделить на количество совершеннолетних людей. Давайте я вам сначала решу эту задачу используя обычный императивный подход, а потом используя декларативный подход. Мне надо сделать некую переменную сумму с начальным значением 0. Дальше циклом for each перебрать всех все объекты персона, написать здесь условия. Если это совершеннолетний, то к сумме мы добавляем возраст этого человека. после чего я должен взять эту сумму, да, взять эту сумму. Я должен еще разделить на количество людей, но не общее количество людей, которые у меня здесь я ошибся немножко, не общее количество людей, которые у меня в коллекции, а количество совершеннолетних людей. поэтому мне придется завести еще одну переменную, счетчик, количество этих людей. Вот здесь его инкрементировать и делить на этот счетчик. Но я на 0 сейчас проверять не буду. Единственное, только к даблу надо не забыть привести, чтобы у нас возможно, не целое число получится. Вот такой код получился громоздкий. Только после этого, давайте я выведу результат, я получу средний возраст совершеннолетних людей в моем списке. давайте посмотрим. 28, ну действительно, 38 плюс 18 у нас сколько получается? 56 делить на 2, соответственно, 28. Как ту же самую задачу можно было бы решить декларативным способом? Мы берем нашу коллекцию, берем поток объектов этой коллекции. Сначала мы ее, конечно, фильтруем. Вот так же, как мы сделали вот здесь. Вот наш с вами фильтр. Мы оставляем только совершеннолетних. А дальше мы вызываем функцию average, которая... Нет, прежде чем мы будем вызывать функцию average, нам надо превратить превратить набор объектов класса person в интовые значения. воспользуемся для этого методом mapToInt, которая вернет интовое значение для каждого человека. В данном случае, конечно, возраст. mapToInt getH. А вот после этого мы посчитаем среднее по этому возрасту. Вот он average. и чтобы он нам вернул значение типа double вызов метода getSdouble. Вот наш с вами возраст. average2 давайте я его назову и выведем его на результат на экран. average2. То же самое 28 получилось. Но обратите внимание вот на этот громоздкий код и вот на эти три строчки. они и более компактные и более наглядные. А здесь говорится, что надо отфильтровать используя данные условия. Дальше надо преобразовать набор объектов person оставшийся в набор интовых значений а именно возрастов. И дальше посчитать среднее арифметическое которое надо вернуть в виде значений типа double. Давайте у нас вот здесь допустим вот так вот чтобы не целое получилось значение. Вот у нас оба варианта работают одинаково. Один и тот же результат конечно выдают. Оба варианта правильные. Но сравните здесь у нас сколько строк? 9 да? 9 строк. А здесь 3 строки. В 3 раза меньше да и более компактно. И более наглядно. Здесь нам помогли как раз агрегатные функции фильтрации отображения данных и нахождение среднего. Вопросы есть какие-нибудь еще? Так, ну что на этом мы тогда с вами закончим. Редактор субтитров А.Семкин